Но он заступил на работу с июля месяца. Хорошо. Вы считаете, что те, которые ранее работали, много нарушений? Очень много. Хорошо. В материалах это было направлено в оборудование. Вы официально материалы направляли? Да. Хорошо. Возьмем на контроль, проверим. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам большое. Добрый вечер. Добрый вечер. Господа, я с кирпичной улицы от Владимирского поселка, почти колледж педагогический и весь этот район. Наша сторона вся буквально отгоражена пополам линии, железный переезд. И никакого прохода, перехода, мостика никакого нет. Железная дорога? Железная дорога поделила Чапаевск пополам. Ну, наверное, очень... Значит, здесь светские люди живут, им все надо, а нам там никому не надо. Но поделила, наверное, очень давно... Мы неоднократно обращались. Нас посылали Безинчук, там какой-то АОО. Теперь, сейчас, в настоящее время, вот в газете появилось, что якобы на 46-м... Это... Мы не знаем, где на 46-м. Это искра, совхоз. Но никак этот переход. Рядом с остановкой 1053-й километр. Весь... Ну, считай, весь Чапаевск выезжает на работу из Чапаевска, Новокуйбышевск и Самару. Ничего совершенно нет. Перейти дорогу нет возможности. Встать на платформу никак нельзя. А вот, когда идешь на Запорожскую, вот именно, там все аптеки, магазины, больницы, все социальные вот эти вот... Объекты. Объекты, да. И мы, все жители этого поселка, детей боимся водить через эту линию. Мы должны все бросать, провожать и встречать их. И вот появилась газета. Могу вам ее передать. Якобы обещает нам... Давайте. Что обещает... Пойдемте, девушки. Сделать переходы. Давайте заканчиваем. Они обещают нам сделать переходы. Но это еще, как говорится, Тритополя на Плющихе. Когда это еще будет и как это будет, не знай. Пожилые люди не могут сходить за хлебушком. На нашей стороне нет ни магазинов, Ничего совершенно, только жилые помещения, дома и двухэтажки. Как нам дальше быть? Скажите, пожалуйста. Хорошо. Плюс ко всему, у нас остается на кирпичном три дома. Не газофицированные. Хоть газораспределитель стоит. На вашей стороне? 15-20 метров прямо на нашей стороне. 15-20 метров от торца дома. И никого это не волнует, никому не надо. Уже сколько лет пришли газовики, план построили, сказали, газ будем подводить. Потом бах. Почему? Денег нет. И до сих пор, это уже сколько? С шестого года, как план сделали, нет денег. Хорошо. И вот люди... По газификации я хотел вам один вопрос задать. Да. Вы какую-то долю несете, когда газифицируются дома? Доли расходов? Муниципальной нет, а собственники должны. Не-не, вы, да, вот вы собственники несете... Я не собственник. У меня даже из моей двухкомнатной квартиры отобрали вот комнату. Могу вам дать. Я к Блынскому обращаюсь, чтобы он участвовал, как оказал нашу сын. И вот это... Давай. Хорошо. Николай Иванович, можно мне... Спасибо. Я очень прошу за внимание, помогите, пожалуйста, вот конкретно и вам все. Много там? Нет, немного. Немного, Николай Иванович, немного. И очень просим, убедительно просим, помогите. Меня из-за этого люди послали. Хотя я после операции тяжелый, но все равно к вам пришла. Сделать переезд или переход, точнее. Переходы, переходы. Много переходов делать нельзя. Один. Один, правильно. Один переход сделать, чтобы детей водить в сад, в школу. На, по улице Запорожской. Она как раз эта линия разделяет. Запорожская. Ну, что на самом деле, 40 смертей было? Больше даже. Больше. Даже больше. До сих пор венки висят. Прикиньте, 20 лет парню идет на остановку, на 1053-ю. И его сшибает поезд. Спасибо за внимание. До свидания. Я могу два слова? Видимо, у вас Ищенко фамилия, да? Да. Все понятно. Значит, я могу два слова сказать? Все. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо. Большое спасибо вам. Спасибо вам. До свидания. Значит, там у нас есть двухэтажные дома. Один мы в этом году уже выселяем, уже, наверное, выселили весь. Значит, это вот что касается… Что касается поездки, там, я не знаю, в Самару, в Новопольске, у нас мост, так называемый, перекидной. И ехать здесь никуда не нужно. Все в одном направлении. Никаких, так сказать, задержек и… Хорошо. Ладно. Понятно. Пока. Значит, еще раз мы тогда в рабочем порядке рассмотрим, в чем там проблемы и как разрешать. Спасибо. Хорошо. Да. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Кургаева Валентина Афанасьевна, житель садов дачного поселка. Я пришла от своих жителей с просьбой. В нашем поселке мы утопаем в канализационных стоках. Так как канализации у нас, в общем-то, очистных нету. Был когда консервный, там были очистные. Сейчас их нету. Их весной сейчас мы потопнем в фекалиях. Я живу в основе здесь как раз интернат и течет, и ЧАЭС. В общем, у нас наша канава, в общем, сточная, вся заполнена. Там все, я волнуюсь, извините, все потопает в этих стоках. Так как приезжают рабочие, работают, а толку кто? Ее же, они же все уничтожены. Консервный завод разрушен, его нет. И, значит, у нас была в Титовке очистные. А сейчас с нас деньги, в общем-то, берут, вот монтажные один. А часа как-то как нету. А деньги берут колоссальные жители. Они так все обеспокоены, переживают. И мы все, никто не хочет идти. Они потому что тоже не знают, куда пойти. И я очень вот волнуюсь, но все равно решилась к вам прийти. Но письмо есть у вас? Нет, у меня нет письма. Я случайно узнала, что вы приехали. И поэтому пришла сюда к вам попросить. Нам надо, если не верят, пусть приходят администрации. Лично ко мне все покажу, где чего, куда стекает. Мы в КХО, а школный один вообще. Вон идет внизу, в подвал. И там они фекалии. И у нас выведены трубы, вывели, чтобы вот хотя бы это... Понятно. Уходило во враг все. Понятно. Сточную канаву. Мы задыхаемся. Дети в канализации ноги опускают. Напишите, хорошо. Напишите адрес. Помогите, пожалуйста. Адрес напишите, возьмите на контроль в поручении. Я все потом объясню. Хорошо. Пожалуйста. Здравствуйте, Николай Иванович. Здравствуйте. Хочу вас поблагодарить за то, что наконец-то у нас, и поблагодарить еще Вячеславу Михайловичу, за то, что у нас наконец-то откроется завод, о котором мы просили его, когда он еще был кандидатом в депутат. Большое спасибо вам. Завод имеется в виду по кабельным, с кабельным связанным. Да, да, да. По споргутам. Да, да, да. Там еще процесс идет. Вот в том числе там некоторые снова там, ну скажем, имидж, который создают Чапаевскую, мешает немножко. Но я думаю, шаг за шагом, значит, эта тема будет снята. И мы попытаемся, чтобы завод на самом деле здесь был. Спасибо вам за это большое. У меня такой еще вопрос. Значит, у нас в центре города по улице Куйбышева находится подземный переход с одной стороны части города в другой. В 2010 году ветераны Великой Отечественной войны, которым сейчас под 90 лет, собрали подписи в обращении к Блынскому Дмитрию Викторовичу с просьбой открыть этот, отремонтировать этот пешеходный переход под тоннель. До сих пор у нас вопрос этот так стоит и нерешенный он совершенно. Хотя в газете от 2008 года там было, так сказать, нам обещано, что будет это сделано. Это первый вопрос. Второй вопрос у меня. Что такое реквальтивация? В 2012 году у нас уже была реквальтивация или нет? Вот запланирована она. Которая? Что имеете в виду? Ну, я хочу сказать, что у нас есть 100% завод химудобрений, который в 1990... Ну, то, о чем я говорил. Да-да-да. В 1990-х годах у нас приезжали американцы, брали грунт на анализ. И там нашли и плит, и леузит, и прочие химические отравяющие вещества. В этом году стали разбирать этот завод и плиты, пустили на переработку в Новокуйбышском заводе и посыпают наши дороги рядом с домами, и по улице Платона-Люпаева, по улице Октябрьской, по улице Ленина. Вот. Как это можно объяснить? То есть мы написали ему в администрацию письмо, ответ нам написали, что там никаких ядов нет, хотя в 1990-х годах нам сказали, что более 100 лет будут разлагаться эти газы, эти химические вещества в земле и во всех вот этих вот наших зданиях, строениях. Ну, что касается... Где берут эту информацию, вообще непонятно. Что это такое? Давайте все-таки это... Кто придумал вот это все? Кто в голову вбил вот эту ерунду? Ну, кто? Ну, это когда вот развозили вот эту щебенку, якобы щебенку, мы спросили, откуда она такая? Какой брит иллюзит перерабатывают? Ну, о чем вы говорите? Ну, здесь все взрослые... Очень важно на самом деле. Давайте мы будем, ну, повзрослее, да? Повзрослее, посерьезнее относиться ко многим вещам. И тогда шаг за шагом мы точно будем делать все, чтобы жизнь улучшалась общими усилиями. Что касается рекультивации, вы, я сказал, произнес это слово, да, и вы спрашиваете, в 2012 году было или не было. Я же объяснил. На этот год, на 2013 год запланировано в федеральном бюджете 780 миллионов рублей на проект. На проект. То есть, только будет определяться, что будет с этой землей, там, по-моему, 250 чем-то гектаров, 253 или сколько гектаров? Даже 360. 360 общая, да? 360 даже вот общая площадь. Будет делаться проект. Что там, слушайте. Но это в каком месте будет? Там, где был завод? Проект. Проект это знаете что? Это ученые будут определять способ очистки этой территории. Каким способом? Снимать ли грунт, там, 5-7 или не знаю сколько метров, значит, или другими способами. Будет сделан проект и выделяются очень большие суммы в последующие годы для того, чтобы очистить эту территорию. Вот. Мнение, я уже сказал, я повторяюсь, мнения разные. Есть, скажем, ученые Самарские считают, что можно пойти по более такому упрощенному варианту. Ну, на федеральном уровне пошли по самому такому, скажем, основательному варианту. И где-то завершены будут эти работы через 4, может быть, даже 5 лет полностью. Это потребует очень больших вложений со временем. Что касается, там, берут оттуда щебенку или плиты, но я не думаю, чтобы оттуда брали щебенку какую-то, плиты, клали на дорогу. Не щебенку, плиты. Плиты разбивали. Покажите, где. Хоть взять ее где можно, там, на заводе. Я не знаю, они вот стоят еще кучи, кучи этой щебенки стоят еще около домов. Если надо, я могу указать, где. И улица Платон-Лепаева вся большими этими разбитыми камнями. По поводу экологии, я спросил, как у вас насчет долгожительства. Вот сейчас я поздоровался с участником войны, я понял, да? Да. С вами. Мартын Александрович. Мартын Александрович, 90. Ну, это бывший учитель, он не работал на заводах. Те, которые на заводах работали, они быстро уже ушли. Подождите. Сейчас, минутку, у меня последний вопрос остался. И еще у меня такой вопрос, вот я не знаю, может быть, на депутатском уровне выйти. У нас очень много таких, но безответственных ИП, которые занимаются обслуживанием наших домов. Ну, может быть, их лицензии лишать? Право обслуживания домов, раз они не могут, они не справляются. В подвалах у нас во многих домах, фекальные отходы, многоэтажные. Я с вами согласен, слушайте, я с вами согласен, согласен. Тут и власть должна быть. Мы сегодня эту тему обсуждали, и вы сами. Мы сами стараемся, у нас куча заявлений, и куча была проверок на домах, но ничего не двигается. Подождите, вопрос не в заявлениях. Эти ИП вы сами же привлекали? Мы не сами, они сами создавались без нас. Как это? Мы многие даже с ними не заключали договора. Они сами обслуживали. Не заключали договора, они пришли и работают, да? Да, они автоматически. Было сначала там какое-то ЖКО и ЖКО, они переделались. Но, может быть, снова поглубже разобраться вам? Может быть, помогите, научите. Согласен, согласен. Вот я уже, Дмитрий Ильич, сказал, что это не чисто ваши отношения с управляющими компаниями. Здесь должна быть третьим лицом. Естественно, это должна быть. Власть должна быть. Власть, она у нас должна смотреть за всех. И, конечно, формировать хорошие, добросовестные управляющие компании. И защищать интересы людей. Людей делать более грамотными. Руководителей ТСЖ учить. И тогда у вас не будет так. Там вот четыре компании, сейчас хотите отчитаться, это не вы, а вот перед вами было. Спасибо вам большое. От вас тоже многое зависит. От вас поглубже, попредметнее, поконкретнее разбирайтесь. А не слухами только пользоваться. Хорошо, спасибо. Здравствуйте, Николай Ильич. Здравствуйте. Пенсионер Царев Анатолий Матвеевич. У меня несколько вопросов будет общего характера. Первый по отоплению. В 2010 году в жилорайоне, в частности, в доме номер 9 по улице Чапаевой, были заменены трубы на отопление с металлических на металлопластика. И при замене труб была нарушена система самоотопления. То есть, ликвидированы, убраны были перемычки перед батареей. После замены этих перемычек не стало. Мы обращались ко всем, начиная от управляющей компании и дошли до главы администрации. И бесполезно. Как нам быть? Жители просят восстановить систему отопления. Сколько квартир в доме? Сколько квартир в доме? 70 квартир. А это не только в одном доме. Во всем жилорайоне сделали такую систему. И что, она совсем не работает? Работает, но при забивке у кого-то из жильцов по стояку, остальные вообще не отапливаются, получается. Надо восстановить систему как согласно проекту. На дом есть проект. Вот согласно этому проекту надо... Хорошо, у вас есть письмо? Да, есть вот. Отдайте вот рядом женщину, вот слева от вас. Хорошо. Есть, есть. Скажите, у вас холодно дома, у вас недостаточная температура дома или тепло? Дело-то недостаточное. Я вам говорил уже. Тепло или холодно? Закушена система отопления согласно проекту. В вашей квартире тепло? Здесь, при чём здесь отопление? В смысле это? На верхних этажах, при верхнем розливе, одна температура на теплоносителе, а на первом этаже уже другая. Вам сказать? На верхнем этаже комиссия замеряла 63 градуса, а на первом этаже 45. Через пять земельников прошла уже потеря 18 градусов. Это что, нормально? Понятно, хорошо. Я понял, о чём вы говорите. Хорошо. Мы направим специалистов, посмотрят. Хорошо. Спасибо. Отвечаю. Второй вопрос. По газу. Часть жителей города заключает договора с газовой компанией. И согласно этого договора люди платят за газ и за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Кроме этого, глава администрации своим постановлением заставляет нас ещё дополнительно платить за техническое обслуживание газового оборудования по площади занимаемой квартиры. Имеет ли право глава администрации вмешиваться в личный мой договор с газовой компанией? Вон как, Дмитрий. Дмитрий, слышите, нет? Ещё третий вопрос. Нет, я слышу, просто я бы хотел к уважаемому, кто в очереди, так сказать, но задавать нужны вопросы, которые действительно требуют... Подождите. Это горе от ума сейчас. Я задаю вопрос, который обращался к вам с этим вопросом. Вы не решили её. Потому что у вас в квартире тепло. Вам не нравятся системы? Другой уже вопрос. Понимаете, у кого-то забьётся, здесь стоять не будет. Понятно. Это с первым вопросом понятно. Будет специалист, посмотрит. Будет специалист, посмотрит обязательно. Что касается второго вопроса. Ну, давайте мы посмотрим тогда, Сергей Александрович, по тарифу, как там тариф складывается, в том числе на каком основании мэр города там, как вы считаете, добавляет дополнительную плату, да? Ну, конечно, дважды мы платим, дважды. За техническую обслуживу мы платим, согласно договору. Ну, я думаю, если бы мэр города поступал неправильно, и прокуратура, и другие давно бы, ну, разобрались в этом, и в том числе... К прокуратуре обращался футболь к этому Головину. Опять к директору Горгаза. Горгаз. Так что вот так вот идёт. Хорошо, ладно, давайте проверим. И потом, почему стоимость газа одного кубометра разнится согласно по счётчикам и по нормам? По нормам вот сейчас 1 марта будет стоимость одного кубометра газа по счётчику 384, а по норме 90, 92 с чем-то там, да? И получается, как нам пишет норма 13 кубов, это очень завышенная норма, выходит по норме 1 кубометр газа, стоит 7 с лишним рублей. Это что? То есть, по нормам, подожди, по нормам выше цена? Конечно, 7,12 получается. Ставьте счётчик. А? Ставьте счётчик. Так вот я вам и говорю по счётчику. По счётчику. А почему разница тебе эта? Цена такая. Но если по нормам выше вы платите, ставьте счётчики, платите по счётчику. Поставили счётчики. Так. А у людей 80% жителей Чапайска не имеют счётчика с них дополнительного.